Разберем очередную задачу от подписчика. Как обычно, прежде чем смотреть разбор, жмите на паузу и пробуйте решить это уравнение самостоятельно. Итак, начинаем размышлять. Первое, что бросается в глаза, это уравнение навороченное. То есть оно содержит функции разной природы, если так можно выразиться. То есть здесь и обратные тригонометрические функции, и показательные функции, причем с разными основаниями, да еще и обратная пропорциональность. Я имею ввиду вот эту гиперболу. То есть понятно, что если слишком сильно наворочено, значит скорее всего что-то простое должно быть. И для того, учитывая, что должно быть что-то простое, обычно начинают с области определения функции. То есть вот если мы сейчас рассмотрим область определения функции вот этого нашего арксинуса, область определения аркосинуса, может быть вообще получится только одна точка является областью определения. И тогда нужно будет проверить только одну точку. Ну или по крайней мере найти примерно какой-нибудь интервал, где мы должны производить исследование. Начинаем с области определения. Значит арксинус это такой угол в пределах от минус π на 2 до π на 2. Мы потом еще к этому вернемся. Я потом на графике это тоже покажу. Нам понадобится, кстати, это в будущем. Так вот арксинус это такой угол в пределах от минус π на 2 до π на 2, синус которого равен вот этому числу. Но если синус равен вот этому числу, а множество значений синуса от минус 1 до 1, значит вот это выражение под знаком арксинуса должно меняться от минус 1 до 1. Вот мы с этого начинаем. То есть 2 в степени х минус 7 меняется от минус 1 до 1. Но аналогично с арксинусом. То есть арксинус это такой угол в пределах от 0 до π, косинус которого равен вот этому числу. Но множество значений косинуса тоже от минус 1 до 1. Это значит, что выражение под знаком арксинуса также должно, 5 в степени х минус 124 также должно меняться в пределах от минус 1 до 1. То есть мы получили вот такую систему. Понятно, давайте тут подробно, понятно тут все легко. То есть что мы делаем? По числу 7 прибавляем. Или ладно, раз уже взялись, давайте подробно. Значит по 7 прибавляем ко всем трем частям неравенства, вот в первом двойном. У нас тогда получается 2 в степени х больше или равно 6, но меньше либо равно 8. 8 это 2 в кубе. Сразу забегая вперед. И здесь у нас получается 5 в степени х больше или равно. Мы 124 прибавляем. Значит получается слева у нас 123, а справа у нас получается 125. 125 это 5 в кубе. То есть в результате мы получаем окончательно х тогда у нас. Ну здесь можно, что у нас? Здесь у нас 2 в кубе. Значит сразу двойки опускаем. А число 6 мы в виде логарифма запишем. То есть это будет у нас, если мы запишем в виде логарифма, у нас тогда получится 2 в степени логарифма по основанию 2 числа 6. Но мы двойки опускаем, значит у нас слева получится логарифм. То есть давайте так и запишем. У нас тогда окончательно получится х больше либо равно логарифма по основанию 2 числа 6. То есть мы прологарифмировали 3 части нашего двойного неравенства, все 3 части нашего двойного неравенства по основанию 2. Естественно знаки, так как мы логарифмируем по основанию больше единицы, знаки сохраняются, у нас тогда получается х больше либо равно логарифма 6 по основанию 2, но меньше либо равно 3. И второе, мы логарифмируем по основанию 5. Тогда у нас получается х больше или равно логарифма по основанию 5 числа 123 и меньше или равно 3, потому что 125 это 5 в кубе. То есть уже мы получили достаточно маленький промежуток. То есть вот это число очень близко к 3. Я не знаю, 2 целых, может быть даже 9 десятых или 2 целых 8 десятых. Неважно. Короче говоря, мы получили очень маленький промежуток. Это наталкивает на мысль, что решением данного уравнения будет либо одна точка, скорее всего, либо может быть вообще корней не будет. Скорее всего. Особенно вот при таких наворотах. То есть подобрать очень сложно там несколько корней. Но это пока что только наши мысли. Идем дальше. Теперь переходим уже непосредственно. Как только мы пришли к выводу, что возможно, что решением является одна точка, обычно мы рассматриваем функции. Заметим, что арксинус на всей своей области определения, вот это вот выражение под знаком арксинуса, возрастающая функция. А значит, арксинус на этом множестве возрастает. А под знаком арксинуса 5 в степени х минус 124. 5 в степени х минус 124 тоже возрастает. А сам арксинус при этом, при возрастании аргумента, убывает. Вот как раз этим мы сейчас и воспользуемся. То есть арксинус на всей своей области определения возрастает. Ну давайте я напомню вам. Значит у нас, если речь идет об арксинусе, у нас тогда что область определения от минус 1 до 1. И у нас график арксинуса выглядит вот таким образом. Тогда у нас множество значений арксинуса от минус π на 2 до π на 2. И действительно у нас на всей области определения арксинус возрастает. А аркосинус у нас выглядит следующим образом. Значит у нас вот таким образом функция себя ведет. То есть область определения та же самая, от минус 1 до 1. А вот множество значений уже от 0 до π. И на всей своей области определения арксинус убывает. Вот этим мы как раз сейчас и воспользуемся. Вот это давайте убираем. То есть что мы имеем? Давайте так как эта функция у нас возрастает, а аркосинус убывает, перенесем аркосинус вот сюда, вот к этой нашей гиперболе. То есть к обратной пропорциональности. Тогда у нас получается 4 арксинус 2 в степени х минус 7. Еще раз хочу повторить. При увеличении переменной х у нас вот этот аргумент арксинуса увеличивается, то есть возрастает. И сам арксинус при этом тоже возрастает. То есть в левой части у нас возрастающая функция относительно переменной х. Именно переменной х. Равно. Аркосинус переносим вправо. У нас получается аркосинус 5 в степени х минус 124. Да еще в правой части у нас плюс 6π разделить на х. И вот теперь давайте разбираться. Про это мы уже сказали. Это слева функция относительно переменной х возрастает. В правой части, если х возрастает, то аргумент у аркосинуса тоже возрастает. А значит сам аркосинус убывает. А вот это обратная пропорциональность. Здесь нам разницы нет. Но если хотите, можно еще и посмотреть область определения функции. То есть это гипербола. Что это за гипербола? У нас коэффициент положительный. Значит у нас она выглядит вот таким образом. Но вот эту точку разрыва мы даже не рассматриваем. Почему? Потому что мы видим, что область определения у нас, так как каждый из логарифмов больше нуля. Строго больше нуля. То мы видим, что область определения у нас всегда больше нуля. Я имею ввиду должна быть. А это значит, что у нас даже точки разрыва там не будет для вот этой вот обратной пропорциональности. То есть вот эта вот обратная пропорциональность для всех х, которые нас устраивают, то есть удовлетворяющих вот этой системе, у нас всегда будет убывать. То есть без точек разрыва. Точек разрыва она будет непрерывно и убывать. И при х больше нуля. Таким образом, аркосинус убывает. Вот эта обратная пропорциональность тоже убывает. И это значит, что в правой части у нас функция убывающая. То есть в левой части функция возрастает, в правой части функция убывает. А это значит, если есть решение, то оно единственное. И вот это единственное решение, проще всего проверить ту точку, которая входит в область определения. И мы видим, у нас область определения от какой-то близкой точки к точке 3. И сама точка 3 нас тоже устраивает. И вот сразу уже нам что-то подсказывает, что скорее всего число 3 должно подойти. Давайте попробуем проверить. То есть если х равен 3, то тогда сделаем проверку. 4 аркосинус 2 в кубе минус 7 равно аркосинус 5 в степени 3. 5 в кубе минус 124 плюс 6π разделить на 3. Что мы получаем? 2 в кубе минус 7. Это 8 минус 7. Это будет единица. Арксинус единицы это π пополам. То есть у нас получается тогда 4 умножить на π пополам в левой части. А в правой части 5 в кубе это 125. 125 минус 124 единица. Аркосинус единицы равен нулю. Значит получается 0. А тут у нас 6π разделить на 3. Получаем 2π. В результате на 2 сокращаем. 2π равно 2π. Верно. То есть ответ. Пишем ответ. x равно 3. Это единственный корень. Задача решена. Кому решение задачи понятно. Не забудьте поставить лайк. И напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Задача решена. Задача решена. Задача решена.